Добрый вечер! О событиях уходящего вторника вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. И я, Андрей Сидорчуков, смотрите в нашем выпуске. Мы должны просто непонятно за что деньги выкладывать. Придется раскошелиться. Многих пермяков обязали доплатить за горячую воду. За сто лет много что поменялось в пожарной охране. Трубники, топорники, каланчевые, как пермские огнеборцы отпраздновали вековой юбилей советской пожарной охраны. Провизоры всех стран, объединяйтесь. В Перми снова прошел всероссийский конкурс красоты среди студенток-фармацевтов. И все-таки упала с крыши. Именно этой версии придерживается следствие в расследовании ЧП, произошедшем у дома по маршала Рыбалка-111. Напомним, 2 апреля ледяная глыба обрушилась на 9-месячную девочку в коляске. Ее с тяжелой травмой головы доставили в больницу. Спустя двое суток ребенок скончался. Официальная версия следствия – некачественная уборка крыши дома. Версия, что налить упала с козырька балкона и виноваты жильцы, не подтверждается. Кроме того, от жильцов дома поступали звонки, что крышу УК очистило после трагедии. Куски снега и льда сбивали вместе с шифером. Чтобы удешевить процесс уборки, УК не использовала специальную люльку для промышленных альпинистов. А по крыше из шифера ходить нельзя. Это достаточно хрупкий материал. Напомним, ранее в управляющей компании «Гарант» рассказывали, что крышу почистили вовремя, а глыба якобы упала с козырька балкона, за состоянием которого должен был следить хозяин квартиры. Сейчас должностные лица УК, инженер Константин Ветров и директор Алексей Рямов находятся под домашним арестом. Обязывают доплатить. Многим жителям Свердловского района, а также некоторым бюджетным учреждениям, поступает перерасчет за горячую воду. В сторону увеличения. Управляющие компании ТСЖ, детские сады, школы, больницы и культурные учреждения стали заложниками судебной тяжбы между муниципальным предприятием, городское коммунальное тепловое хозяйство и пермской сетевой компанией. Последняя процесса в тарифах выиграла, а недоимку в размере 150 миллионов рублей придется выплачивать конечным потребителям. Как такое могло произойти, разбиралась Елена Иговцева. Суть дела в следующем. Пермское городское коммунальное тепловое хозяйство уведомило некоторых горожан о перерасчете платы за горячее водоснабжение за 2016 год. Обоснование таково. При начислении стоимости коммунальных услуг вместо тарифа ПСК ранее применялся более низкий тариф компании Т-плюс. Но сетевики по суду обязали муниципальные предприятия доплатить. И теперь эта разница ляжет на конечных потребителей, с чем те, конечно же, не согласны. В марте был начислен перерасчет за 2016 год жителям в размере 1 миллиона 600 тысяч. Реакция жителей, конечно же, была очень отрицательной. И в дальнейшем, возможно, в зависимости будет от решений судов, ожидаться перерасчет с января по июль 17-го года. Аналогичная ситуация возникла и в ТСЖ «Солдатова-39». Проигравшие суд коммунальщики требуют у местного контингента погасить задолженность в размере около полумиллиона рублей. Однако сделать это практически невозможно, говорит председатель Татьяна Ичитовкина. Говоря простым языком, в этой малосемейке высокая текучка. За пару лет многие жители переехали по другим адресам. А новые собственники не намерены платить за себя и за того парня. Как я буду предъявлять эту разницу жильцам? Если старые съехали, куда я не могу отследить? У меня нет по 400 рублей платить за выписку. И искать, куда эти люди уехали, понимаете? Какая у них недвижимость, по какому адресу сейчас. Мы ни в чем не виноваты. Мы вовремя платили, а сейчас мы должны просто непонятно за что деньги выкладывать. От тарифной неразберихи страдают и бюджетные учреждения. Для многих детсадов и школ Свердловского района доплаты составят от одной до двух сотен тысяч рублей. Седьмую городскую больницу обязали выплатить почти полмиллиона. Юристы говорят, учреждения исправно вносили коммунальные платежи согласно договорам. Следовательно, все начисления, производимые задним числом, незаконны. Свой коммерческий риск предприятие решает переложить на конечных потребителей. В частности, на седьмую городскую больницу, на управляющие компании. И на сегодняшний день суды встают на сторону предприятия, указывая на то, что, да, конечно, нужно рассчитывать по-другому, еще и неустойку взыскивают. Изначально городское коммунальное хозяйство и выставляло счета по тарифу ПСК, но затем возникло предписание антимонопольной службы, обязавшей в декабре 2015 года использовать более низкий тариф Т-плюс, говорит руководитель муниципального учреждения Станислав Баскаков. А после того, как в 2016 году ПСК признали единой теплоснабжающей организацией, счета фактуры опять пришлось скорректировать, уже в сторону увеличения. Хотел бы добавить, что суды РСТ Пермского края признали наши действия правомерными. Также в конце 2017 года всем потребителям были направлены письма с предложением оплатить с рассрочкой платежа до 30 июня 2018 года. Несогласные пошли в суды. Седьмой город больницы не удалось оспорить решение, оно уже вступило в законную силу. Медики обязаны покосить задолженность в течение 30 дней. У управляющих компаний дела находятся на стадии апелляции. У ТСЖ «Солдатова-39» прошло предварительное слушание. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. И еще о финансах, вернее о предполагаемых тратах. Создание железнодорожного технопарка вместо части ветки горнозаводского направления потребует более 2 миллиардов рублей. С предложением проложить детскую железную дорогу на участке от Перми 1 до остановочного пункта Мотовилиха выступил Краевой Минтранс. Проект разработал Пермский институт железнодорожного транспорта. Как указано в технических характеристиках, затраты на строительство и содержание технопарка берут на себя российские железные дороги. Впрочем, как сообщил коммерсанту министр транспорта Николай Уханов, окончательных решений по возведению ДЖД еще не принято. Это всего лишь один из возможных вариантов. Тем более, считаем преждевременным озвучивать какие-либо суммы или расчеты. В любом случае, вопрос использования территории, который высвободится в результате демонтажа участка железнодорожной ветки, будет сначала вынесен на широкое обсуждение экспертов, депутатов и городского сообщества. К дачному сезону чистые вагоны. В пермских электричках стартовала генеральная уборка. Поезда пригородного сообщения начали отмывать от сезонной грязи как снаружи, так и внутри. Железнодорожники планируют навести блеск на все составы к майским праздникам. В душевой для электричек побывала наша съемочная группа. Пермская пригородная компания начала подготовку к предстоящему летнему сезону генеральной чисткой всех электропоездов. Уборка снаружи происходит здесь. Вагон отключают от электросети и проводят через специальные щетки, такие же, как на автомойках. После них состав буквально светится. Процедура эта ежегодная. С наступлением хорошей погоды мы приводим эстетический вид наших электропоездов к нормативному состоянию. Моем снаружи и обязательно делаем капитальную мойку внутри. Салон, полы, сидения, особое внимание, поручни. То есть все как обычно. Таким способом чистить электрички получается максимально быстро и эффективно. После мыльного душа вагоны оставляют на воздухе подсыхать, затем отправляют на уборку салона. За чистоту внутри электропоездов отвечают клининговые бригады. Уборщицы моют вагон полностью от пола до потолка. Говорят, работа не из легких. Обычно по четыре человека, но часа на два, на три работы хватает. Очень сложно. Многие не выдерживают, просто уходят, меняется очень много людей. Фермяки не следят просто за чистотой. Могут наплевать, могут нахаркать, могут семечки, жвачки, могут везде нарисовать, где-то наклейки наклеить. Хоть что могут сделать. Закончить генеральную уборку перегородная компания обещает первомайским праздником к самому наплыву пассажиров-дачников. А 25 апреля с 12 до 13 часов ППК проведет прямую линию, ответив на любые вопросы о работе пермских электричек. Назвонить можно по номеру телефона, который сейчас на экране. Евгения Чернявская, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Персональные данные на свалку рядом с домом по адресу Петропавловская 81 обнаружили множество документов, содержащих личную информацию. О вопиющем факте просигнализировал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Я настоятельно требую внимания к правилам хранения и утилизации документов, содержащих личные данные от всех государственных органов и организаций. Считаю, что прокуратура должна провести комплексную проверку по хранению и утилизации такой документации. А Роскомнадзор должен обратить внимание на эту проблему и дать правовые разъяснения относительно правил обращения с документами, содержащими персональные данные. На свалке в коробках находились исполнительные листы и другие документы. В пресс-службе Краевого управления Федеральной службы судебных приставов, куда мы обратились за комментарием, ответили, что сейчас проводится проверка. Отметим, что ближайший отдел ФССП находится в нескольких кварталах на Петропавловской 111. Омбудсмен напомнил, что это уже четвертый подобный случай с начала года. Ранее аналогичные инциденты произошли в Качевском, Большесосновском районах и в Березняках. Там были найдены медицинские документы. Шумный сосед. Около полугода назад вблизи многоэтажки по Малково-28А началось возведение новой высотки. Жильцы дома принялись возмущаться. В списке претензий, помимо шума от строительных работ, мусор, летящий на их территорию, а также высотный кран, работающий в непосредственной близости от детской площадки, рассказывает Евгений Гуляев. 16-этажный многоквартирный дом по адресу улицы Малково-28А. С ноября прошлого года у жильцов высотки появился шумный сосед. В притык к парковке и детской площадке началось возведение 18-этажной свечки. Люди сетуют, работы на стройке ведутся активно. Когда они все делают, мусор летит прямо на нашу площадку. Пыль. Там машины, и как они стоят, я не знаю даже. Я сейчас хочу просто уехать на лето вообще. По словам жильцов, в доме проживает много детей. Для них организована на территории площадка, но ею в последнее время никто не пользуется. Есть опасения из-за работающего вплотную крана. Дом строится слишком близко, отсюда страхи и претензии жильцов, говорит председатель ТСЖ. Мы считаем, что не соблюдены нормы расстояния от детской площадки до здания. Там по нормам не менее 10 метров от стены здания, от окон, от детской площадки. Когда, видимо, выдавалось разрешение на слушание публичное, нас не пригласили, нас не известили об этом. Вы поймите, мы не против строительства дома. Мы за то, чтобы соблюдались нормы расстояния. Руководство ТСЖ обращалось в различные инстанции, но ответ приходил всегда один и тот же. Все по закону, проект и сам процесс стройки проверку прошел. Это подтвердил и застройщик, пояснив, что даже установка крана и работа его стрелы принималась Ростехнадзором. Но один из пунктов нарушений строителями все же был принят. По вопросу мусора мы подготовили мероприятие, а именно устройство сеток для улавливания легкого мусора по периметру здания и уборка мусора два раза в неделю. В случае необходимости будут применены дополнительные мероприятия по уборке. Более того, мы предложили ТСЖ Малкова 28А выполнить мероприятие по благоустройству их территории в качестве компенсации. До сих пор никакого решения нет. По сути, двум сторонам нужно встретиться и найти общий язык. Временно это и есть. Возведение многоэтажки должно завершиться в четвертом квартале 2019 года. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Трубники, топорники, каланчевые. Так больше века назад именовали пожарных. 17 апреля 1918 года председатель Совета народных комиссаров Владимир Ленин подписал декрет об организации государственных мер борьбы с огнем. Эта дата отмечается и по сей день. Как пермские огнеборцы отпраздновали вековой юбилей, увидела Юлия Зыкова. На площади у дома офицеров настоящий парад пожарной техники. Все желающие могут рассмотреть инструменты, которые используют огнеборцы, и даже побывать внутри спецавтомобилей. Столетие советской пожарной охраны – повод вспомнить историю, в том числе и дореволюционную. Ведь первая пожарная часть в Перми была основана почти два века назад. С течением времени город разрастался, деревянных построек становилось все больше, и Пермь тогда пережила несколько крупных пожаров, выгорая практически полностью. 135 лет назад было построено здание этой пожарной части на Слуцкой горе. Высотной застройки здесь, конечно, тогда не было, и с вышки Каланчи открывался хороший обзор. Служили здесь тогда более 60 человек. У каждого была своя специализация. Каланчевый дежурил на вышке, увидев пожар, бил тревогу. Система оповещения состояла из деревянных шаров разного цвета, сигнальных флагов, фонарей. С их помощью указывался район и сила пожара. Трубники или ствольщики направляли струю воды, держа в руках наконечник рукава. Топорники разбирали горящие или сгоревшие конструкции. На этой выставке показаны старинные бронспойты из латуни и меди. Каски, которые носили пожарные в первые годы советской власти. На данной экспозиции представлено оборудование, которое использовалось в советской пожарной охране. Были противогазы, которые выдыхаемый воздух очищался, обогащался кислородом и впоследствии входил в систему. И человек непрерывно дыхал на протяжении двух часов. Пригласили сюда и ветеранов. Валерий Сарамотин вспоминает одно из самых серьезных ЧП, которое произошло в Перми. В апреле 2003-го в одной из промзон горело 16 цистерн со сжиженным газом. Были небольшие разрывы, потому что они были заполнены. К счастью, если бы они были пустые, они бы, конечно, взорвались. Пришлось вручную их расцеплять, выкатывать из зоны пожара и ликвидировать. Показали здесь и современные технические средства. Этот радиоуправляемый мобильный робот предназначен для разведки в зоне ЧАЭС для обнаружения очага возгорания в труднодоступном месте. К нему можно подсоединять и пожарный рукав, говорят специалисты. За сто лет много что поменялось в пожарной охране, но неизменным остается одно – это стремление, желание всегда прийти на помощь тем, кто в этой помощи нуждается. Юлия Зыкова, Михаил Ситров, Телевизионная служба новостей. Провизоры всех стран, объединяйтесь! Под таким лозунгом в Перми прошел Всероссийский конкурс красоты среди студенток-фармацевтов. Титул Мисс Фармации разыгрывается в нашем городе уже третий год к ряду. На конкурсе красоты среди будущих аптечных специалистов побывала Евгения Чернявская. Конкурс Мисс Фармация в нашем городе проводится не первый раз. Начиная с 2015 года Пермская государственная фармацевтическая академия организует это мероприятие и приглашает студенток медицинских вузов со всей страны. Особенность в том, что все девочки представляют разные страны. То есть вы видите разные номера творческие зависимости от страны, которую они выбрали. И это будет очень интересно побывать в Греции, побывать в России, одновременно быть в Франции. Я выбрала Индию, потому что с 10 лет занимаюсь индийскими танцами. Это уже стало частью моей жизни и я не вижу себя в другом образе. Девушки со всей России съехались в наш город, чтобы побороться за эту корону и титул Мисс Фармация 2018. Перед жюри стоит непростая задача выбрать из 15 участниц самую умную, красивую и талантливую. Девушки представили жюри визитки. Краткое видео о себе, показали творческие и интеллектуальные способности, а также немного поимпровизировали. Последним конкурсом было традиционное дефиле в вечерних платьях. Участницы хорошие, все настроены позитивно, веселые, добрые. Мы водим их гулять, также на прогулку показываем город, чтобы они посмотрели. Цель мероприятия, во-первых, как-то сблизить всех провизоров, всех студентов, обучающихся по данному очень перспективному и очень интересному направлению. В этом году у нас даже девиз конкурса «Провизоры всех стран объединяйтесь». В общем, конкурс красоты уже стал традицией для Пермской академии, руководство которой есть серьезные амбиции. Цель – вывести соревнования на мировой уровень. Евгения Чернявская, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.